Здравствуйте, это рынок онлайн в студии Елена Хрупова. Как уже добрая традиция сложилась, мы каждый день с вами обсуждаем рекорды очередные в криптовалюте. Итак, биткоин мало того, что накануне преодолел психологически важный рубеж в 12 тысяч долларов, а сегодня поднялся уже до отметки 12 663, то есть очередной рекорд в 12 500 был взят на такой психологический круглый уровень, но более того поднималась котировка и до отметки 12 800, это превышает 9 процентов практически роста, поэтому сегодняшний день можно в очередной раз занести, можно сказать, в книгу рекордов биткоина, но это связано еще и с ожидаемым в ближайшее время, уже возможно в воскресенье текущей неделе запустят на сбой фьючерсы на биткоин, ну а там далее уже будет 18 запущен также фьючерс на чикагской бирже. Но вот если смотреть на Россию, то мы тоже находимся в неком информационном пространстве относительно криптовалют. Так сегодня Минфин сообщила о том, что криптовалюты можно покупать, но оплачивать ими покупки на территории России незаконно, за это нужна ответственность вплоть до уголовной. Минфин жестко подходит не только к самим криптовалютам, но также и прокомментировал сегодня судьбу токенов, которые размещаются при ICO. Итак, Минфин предлагает запретить владельцам выпускаемых в рамках ICO токенов продавать их кому-либо, кроме их имитентов. Об этом сообщил сегодня Алексей Моисеев. То есть получается, что по сути ICO регулируется как форма краудфандинга. И те люди, которые принимали участие в ICO, я напомню это размещение с участием криптовалют, когда люди заплатили свои средства и купили эти токены, они никому не могут впоследствии продать свое, скажем так, имущество, криптоимущество, кроме как имитенту. А вот имитент может и не захотеть купить обратно. Получается, теряется весь смысл, скажем, этой функции. Если только вы не какой-то большой фанат того имитента, ну скажем, того проекта, который выходит на ICO, либо вы не получаете какую-то программу лояльности или схожую с ней, как некоторые, кто уже размещался в России в текущем году. Соответственно, возникает дестимулирование интереса к новому, по сути, виду альтернативных инвестиций, привлечения инвестиций. Но в то же время есть и традиционные инвестиционные вещи, это акции и облигации. Сегодня мы, кстати, не наблюдаем какой-то существенной реакции и динамики, но в отношении, например, долгового рынка появилась новая инициатива. Накануне нам Reuters писала о том, что узнал схему по возвращению денег российских элит из-за рубежа. Якобы ряд состоятельных россиян предлагают выпустить новый инструмент, новые облигации. Вероятно, речь идет о еврооблигациях для лиц, которые в феврале уже будут подвергнуты антироссийским санкциям. И вот это все заставило якобы разработать такой план. Но в то же время этот план весьма своеобразного характера, поскольку, с одной стороны, те данные, которые мы имеем, исходя из публикации Reuters, то в целом вот эти номинированные, выпущенные в иностранной валюте бонды будут иметь доходность выше банковских ставок, а также держателям будет возможно сохранять анонимность. То есть получается, мало того, что эти бумаги будут иметь доходность выше рынка, то есть априори давать уже какую-то потенциально более интересную позицию по сравнению со всеми остальными, выделяя владельцев этих облигаций, при том, что они ведь не всем будут доступны, скажем, эти инструменты. Так еще и анонимность сохраняет. Вот здесь большой вопрос, и Минфин, конечно же, сразу дал свое заключение. Опять же, нам сегодня стало известно о том, что Минфин не поддерживает идею выпуска так называемых антисанкционных облигаций. Все тот же Алексей Моисеев говорит, что не видит необходимости в создании нового вида облигаций. Ну, все это более подробно мы обсудим с нашим экспертом. На связи с нами из студии телеканала РБК Варарат Парк Хаят находится Роман Кёнигсберг, руководитель практики управления рисками ФБК Гранд Тортон. Добрый день, Роман. Ну вот скажите, пожалуйста, если возникла такая инициатива от неких элит по возвращению средств в Россию, означает ли это, что российскому капиталу попросту опасно оставаться за рубежом? Да, действительно, сейчас очень сильно активизировались страновые риски в связи с санкциями, в связи с политическими процессами, происходящими в мире. Поэтому я думаю, что те, кто когда-то выводил деньги за рубеж, задумываются над сохранностью этих средств. Роман, ну вот скажите, существуют ли сейчас какие-то альтернативы, какие-то альтернативные инструменты, каналы, по которым в России все-таки может быть возврат капиталов, ну, скажем, за исключением вот этого нового, пока еще обсуждаемого инструмента? Я, кстати, хотел бы сказать, что мы с вами обсуждаем какое-то анонимное сообщение рейтерс. Возможно, что, в принципе, даже обсуждения и не было, да, серьезного. Вот, и может быть, даже это просто инфоповод, который имеет больше политическую окраску, нежели какую-то экономическую. Вот. Что касается самого инструмента, если просто его обсуждать, да, он, я здесь полностью поддерживаю Министерство финансов, он не имеет смысла, государству сейчас не нужны в таком объеме валютные ресурсы. Есть масса инструментов, в которые можно разместить имеющиеся валютные средства. Это и банковские вклады, это и еврооблигации, это и различные инвестиционные проекты. Мы сейчас, например, у нас в портфеле более миллиарда, проекты более чем на миллиард долларов США в России и в Казахстане, пожалуйста. Можно размещать средства. Роман, а вот скажите, в таком случае инициатива, полагаете, исходила именно из-за интересантов, которые хотят перевести средства в Россию. Вы сказали, что, например, Минфину не нужна такая валютная ликвидность, в общем-то, все и так в порядке. Хорошо. А есть ли какие-то сейчас, ну, скажем, трудности с тем, чтобы осуществить вложения в другие альтернативные инструменты, о которых вы в том числе говорили, либо, ну, скажем, это не такая ситуация, что на безрыбье и рак рыбы, поэтому вот эти элиты просят создать новый инструмент, а просто как дополнение к уже существующим, куда они могут на легальных позициях прийти? Скорее, все-таки речь идет действительно, что это какой-то дополнительный инструмент, и именно санкционные облигации, они имеют смысл только именно в льготной процентной ставке, дополнительных гарантий со стороны государства. Можно вложить средства в еврооблигации тех же самых государственных банков, системообразующих банков, обычных банков, корпораций и так далее. Опять же, вложить средства в российскую экономику, купите технологию на Западе, принесите ее в Россию, развивайте. Другое дело, получите ли вы должный уровень гарантий со стороны государства по развитию этого бизнеса, не будет ли он отобран или не окажется ли он под давлением политическим. То есть, страновые риски у нас весьма высоки, вы считаете, на данный момент, если говорить о возврате капитала. Именно этого боятся те, кто еще пока не вернулся в Россию? В России, да, я думаю, что страновые риски, они всегда были достаточно высокими. И здесь даже можно разложить их на две составляющие. Обычно страновые риски, например, могут быть связаны с тем, что стране не хватает потоков в валюте, чтобы поддерживать, обеспечивать импорт, обеспечивать свои заимствования. У нас такого нет. То есть, у нас достаточно все стабильно в этой части. У нас больше вопрос защиты прав на собственность в судах, в взаимоотношении с органами власти. Ну, а давайте тогда затронем тему криптовалют, о которых мы сегодня уже говорили. А вот сами криптовалюты и, к примеру, биткоин, может ли быть инструментом? Ведь он обезличен и, по сути, точно так же анонимен, как и те предложения, которые вносят определенные элиты по гособлигациям. Так вот, может ли быть биткоин средством вывода, ввода денежных средств и вообще, в принципе, капиталов в Россию, из России? Насколько это реально произвести, скажем, в реальности? Ну, купить можно биткоины, рассчитываться в них действительно будет нарушением законодательства российского, если на территории Российской Федерации будут люди рассчитываться. Но, опять же, что такое биткоин? Ну, его можно рассматривать как некий финансовый актив с очень высоким уровнем риска. То есть, это риск, может быть, даже выше мусорных облигаций или мусорных акций. Пожалуйста, можете поспекулировать, но нужно ли вам это? Я так понимаю, что как раз те, кто хотел бы выпуск санкционных облигаций, ждут высокой доходности и высокой стабильности. Ну и, наверное, определенных гарантий. То есть, мы сейчас больше все-таки рассматриваем именно те альтернативы, которые существуют по, скажем, возвращению капиталов в Россию. Вот смотрите, у нас в последнее время проходит достаточно большое количество размещений. Например, вспомним IPO N+, и вспомним размещение еврооблигаций и вообще, в принципе, любых инструментов. Так вот, те самые инвесторы, иностранные инвесторы, которые скупают львиную долю всех этих выпусков, они ведь могут как раз-таки оказаться, по сути, российским капиталом просто в другой юрисдикции. Вот является ли участие в таких размещениях российского капитала, находящегося за рубежом, таким мостиком, чтобы вернуться в Россию? И пользуются ли им активно? Это может быть. К сожалению, мы не всегда можем узнать, в чьих интересах действуют те или иные финансовые институты, потому что они зачастую могут быть просто номинальными владельцами тех акций, которые выпускаются по IPO или еврооблигаций. Но это возможно. Более того, продолжается обсуждение каких-то трастов, только уже не в европейских или в американских юрисдициях, а в южно-азиатских и так далее. Не удивлюсь, что какие-нибудь африканские появятся инструменты. Ну, кстати, южно-африканские тоже появляются, опять же, мы все связаны одним БРИКС. Но давайте вернемся к тому, что вот у нас сейчас непонятные объемы, которые, предположительно, пытались как раз-таки настоять, на которых пытались настоять вот эти люди, которые предлагали новый инструмент Минфину. Скажите, пожалуйста, какие вообще потенциально могут быть объемы, выведенные, скажем, из России, которые потенциально же захотят вернуться обратно? Это миллиарды, триллионы долларов. Какие масштабы? Существуют разные оценки. Я, на самом деле, слышал о том, что за постсоветское время более триллиона долларов было выведено из страны, в том числе в виде инвестиций. Это не значит, что это какие-то преступные капиталы. А сколько относится к активам под санкциями, сложно оценить, потому что это частная информация о конкретных инвесторах. Это могут быть сотни миллиардов потенциально. Хорошо. Ну вот у нас процесс диафшеризации идет. Скажите, насколько эффективен, какие объемы уже, с вашей точки зрения, поступили, вернулись, какие еще могут дойти в этой связи? Насколько это хорошая поддержка российской экономики? Ну, цель диафшеризации была в том, чтобы либо привести капиталы в Россию, либо их хотя бы легализовать и получать доход от этих, от выведенных капиталов. Но, к сожалению, мы все чаще видим ситуацию, когда крупному частному инвестору легче 183 дня быть за границей и иметь полное право не платить налоги на территории РФ. Спасибо большое. Роман Кейгсберг, руководитель практики управления рисками ФБК Гранд Торн, находился у нас в студии телеканала РБК Варарат Парк Хаят. Давайте посмотрим на оплот, скажем, нашей экономики. Это, конечно же, нефтяные цены. Поскольку чем лучше будет состояние, в том числе, этого ресурса, тем больше, наверное, желающих возникнет, в том числе вернуться в Россию за повышенной доходностью и за другими благоприятными изменениями. Но это, если говорить не только взять за рамки, скажем, инвестиционный климат, о котором в том числе Роман говорил. Так вот, если смотрим на текущую расстановку, то почти полтора процента теряют. И связано это, конечно же, с данными, которые поступили от Американского института нефти по запасам. Итак, ждали, что будет прирост в один с небольшим миллионом баррелей. По факту плюс 9,2 миллиона баррелей. Соответственно, мы видим, насколько негативно сейчас реагируют и запасы бензина, запасы дистиллята. Все это увеличилось. При этом сегодня мы также будем ждать данный ход Минэнерго США, которые также могут продемонстрировать существенный рост, значит, оказать давление. Ну вот, добыча в Венесуэле, крупнейшей в мире там находятся запасы ресурса, она, Венесуэла, может оказаться главной проблемой для рынка нефти в 2018 году, считает Международное энергетическое агентство. Коллапс нефтяной отрасли Венесуэлы предрекает и происходит прямо сейчас такие оценки есть. Ну и, конечно же, оценки по стоимости нефти на 2018-2019 год от международного рейсингового агентства Moody's говорят о 40-60 долларов за баррель. Но это совсем неинтересно по отношению к текущим 62-м, например, по нефтемарке Брент. Обо всем этом подробнее поговорим с Олегом Богдановым, главным аналитиком Телетрейд Групп. Олег, добрый день. Глядя на текущую диспозицию в нефтяных котировках, что можете сказать? Действительно ли пока нам не светит какой-то рост к новым психологическим максимумам? На данный момент мы наблюдаем консолидацию после прохода 60 долларов за баррель. Цены находятся в некотором диапазоне. Это 62-64 доллара за баррель. Пока главные события для рынка нефти уже случились. Это прежде всего соглашение ОПЕК+, которое было пролонгировано в конце ноября. То есть с верхней стороны планку по добыче рынок мировой получил. И это главный фактор, который будет стабилизировать цены на нефть. Если мы увидим со стороны спроса такую же динамику, как и в этом году, то есть 1,5 миллиона баррелей прироста, в Международном энергетическом агентстве прогнозируют 1,3 миллиона, где-то тысяч баррелей, то в определенный момент в следующем году вполне возможно ожидать возникновения дефицита нефти. А это уже уровень цен другой. Это 70-80 долларов за баррель по минимальным оценкам. Поэтому пока ничего не происходит. Год заканчивается благоприятно для рынка нефти. Следующий этап – это весенний рост, который как раз и может привести к уровням 70-80 за баррель. Ну и конечно же, Олег, не могу обойти стороной темы криптовалюты, биткоин, которые сегодня очередные рекорды демонстрируют. Но мы ждем того, что запустятся фьючерсы. И вот эксперты уже бьют тревогу, что сейчас разгоняют биткоин для того, чтобы потом получить возможность шортить с появлением фьючерсов. Скажите, какие перспективы вы видите? Ну, я просто жду, когда вся эта история закончится, потому что она уже приобретает такие достаточно смешные черты и криминального характера черты, потому что рынок не регулируется. Весь этот прогон, который мы наблюдаем в последние месяцы, а это где-то удвоение, даже больше, по-моему, 120-130% добавил биткоин, и все это, так сказать, другие криптовалюты. Вот это связано с тем, что там на биржах, так называемых, есть локальные экосистемы, то есть они торгуют за собственные доллары, на самом деле, и вы можете имитировать эти доллары в любом количестве. И некоторые вещи говорят о том, что именно так и происходит. То есть вы туда можете войти, а забрать деньги реально в большом количестве, я имею в виду, речь идет о больших суммах, достаточно проблематично. Мы пока этого не видели. Разгоняют традиционно с двух, с трех счетов. Это, так сказать, у нас проходили еще в 90-е годы. Разогнать любую валюту можно на тысячи процентов, если это не регулируется определенными инстанциями, а рынок криптовалют никак не регулируется. Поэтому можно и 15 тысяч увидеть, и 20 тысяч увидеть за одну штуку в ближайшее время, а можем увидеть и обвал сразу на 50%. Это рынок нерегулируемый и манипулируемый. И когда эта история закончится, потом будет много печальных других криминальных историй. Спасибо огромное, Олег Богданов, главный аналитик Телетрейд Групп, был у нас на связи. Но давайте к традиционным. Российская валюта сейчас держится вплотную к отметке 59. Это что касается курса по отношению к американскому доллару. И 69,80 стоит 1 евро на российском рынке. С вами был Рынок Онлайн. Елена Хрупова. Не переключайтесь. Все вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова